Спасибо большое. Это для меня большая честь принять участие в этой конференции. Я буду рад поделиться нашим видением проблемы о взаимоотношениях работы в мультидисциплинарной команде. В первую очередь мне хотелось бы очень грубо представить, как происходит процесс принятия решений и что происходит у нас в голове патолога. Это очень важный момент для того, чтобы мои коллеги представили, как у нас происходят аналитические, преаналитические и постаналитические этапы постановки диагноза. Мы получаем препарат. Мы его обрабатываем. Это преаналитическая стадия. Потом идёт gross tissue preparation или gross dissection. Описание морфологических, макроскопических находит. И приготовление гистологического среза. Вот здесь включаются два очень важных момента. Анализ и синтез тех находок. Из этого мы даём диагноз, на основании которого уважаемые клиницисты начинают работать. В нашей работе мы основываемся, естественно же, на AWHU classification. Перед вами заставка книги 2013 года. Но в этом году, в 2020, уже вышла новая классификация, к которой мы стремимся перейти и перейдём в ближайшее время. Есть несколько видов биопсий костей и мягких тканей. Это core needle biopsy, тонкоигольная биопсия. Fine needle aspiration или аспират для цитологических препаратов. Incisional or intralisional resection. Incisional biopsy или intralisional resection. Bone cuvitage. И, естественно же, большой препарат большой резекции или ампутации. В этом случае крайне важно, критически важно, это предоставить клиницисту информацию не только о типе, и вистологическом подтипе опухоли, но и о состоянии хирургических границ. Там, где был его нож. Маленькие биопсии, bone curitage или incisional biopsy, в общем-то, с макроскопической точки зрения не представляют особых сложностей. Большие резекции – это большая работа и для нас, и для наших специализантов, феллуры и резидентов, которые делают gross cutting препаратов. В нашей работе мы, естественно, используем иммуногистохимические окраски и при необходимости используем fish in situ hybridization. Макроскопическое исследование препаратов, особенно таких больших, как вы видите, большая ампутация, дезаптикуляция, очень большой саркомы, требует знаний, умений и понятия, то, чего мы требуем от наших специализантов. Общие рекомендации, в первую очередь, это определение хирургических границ и определение расстояния от опухоли до хирургических границ. Границы должны быть взяты перпендикулярно основной опухоли. В данном случае схематично вы видите разные варианты границ, которые могут быть, и нормальные широкие границы – это более двух сантиметров от глазом, видимо их опухоли. Одну секундочку. Границы должны быть взяты перпендикулярно и покрашены чёрным. Как вы сейчас видите, большая... Позвольте, пожалуйста, ещё раз демонстрацию экрана. ...перпендикулярно и взятыми границами. В нашей лаборатории мы используем протоколы College of American Pathologists, или КАП-протоколы, которые дают нам возможность стандартизировать, и это очень важно, стандартизировать все наши и гистологические ответы, и все наши репорты, потому что стандартизация ведёт к выработке совместного общего языка с нашими клиницистами. Фиксация препаратов в формолине, определение и окраска границ – это всё очень важно. Большой препарат либо режется ножом, если это софт-тищу специмент, либо режется на пиле, пилятся. А процесс декальцификации очень важный. Эти все маленькие детали, они дают возможность выработке качественного препарата, качественного стекла, на основании этого вы получаете качественный диагноз. Так выглядит у нас эмбеддинг-центр, где происходит процесс парафиновой заливки. И так выглядит центр для покраски препаратов. В результате вы получаете 20, 30, 40 препаратов, важность которых… Я могу услышать? Ну вот, так что мы слышали. С какого места презентация вылетела? Через два слайда она вылетела, доктор Шварц. Через два слайда. Да, после фиша. После фиша. После фиша. После экзортикуляции. Таким образом, процесс обработки больших препаратов требует очень важных технических навыков. То, что мы требуем от наших специализантов и резидентов. Определение границ. Оптимальными границами считаются 2 см от макроскопической видимой опухоли или 2 см от нормальных тканей вдоль фасции, если опухоль ограничена фасцией. Границы даются перпендикулярно, чтобы мы могли измерить расстояние под микроскопом. В нашей работе мы используем стандартные КАП-протоколы College of American Pathologists, которые дают нам возможность выработки общего языка с нашими клиницистами. Так выглядит Grossing Room и машина для отпечатывания кассет. Здесь наши специализанты и ФЭЛУ работают. Как я сказал, определение границ очень важно. И в процессе подготовки препарата все это преаналитическая стадия. Я еще раз подчеркиваю, еще глаз патолого-специалиста не начал работать с этим препаратом. В случаях ампутации или препарата костной ткани очень важно, чтобы препарат прошел нормальную, правильную декальцификацию. Все это вместе дает возможность приготовить хороший, качественный слайд, как вы видите здесь, приготовить хорошие срезы. В данном случае вы видите эмбеддинг-машин и стейнинг-машин. И получить хорошие, адекватные препараты, которые дают возможность поставить хороший диагноз, правильный диагноз. Определение реакции опухоли на химиотерапию. Очень важный момент. Используется HEMO-RADIATION TREATMENT EFFECT ASSESSMENT, определение опухоли по методу мэппинга. И используется CUBAS GRADING SYSTEM для определения эффекта лечения на опухоль. Сколько процентов опухоли осталось живой. Для этого мы делаем центральный срез, два или три перпендикулярных среза, что одновременно дает нам возможность определения границ. Перед вами срезы, макроскопические срезы некротической опухоли после реакции на химиотерапию. А иногда, не всегда, но слайды получаются не самые адекватные. Вы видите, здесь мэппинг ткани и звездочками показаны не самые удачные слайды, но нам приходится с этим мириться или перерезать. ХОС GRADING SYSTEM дает нам возможность определять проценты некрозов. Первая степень или GRADE 1 это 50% некроза опухоли или меньше. Практически мы считаем, что нет ответа на преоперационную химиотерапию. Вторая степень или GRADE 2 более 50% некроза, но менее 90% некроза умеренный ответ на химиотерапию. И, наконец, степень 3 или 4 GRADE 3 или 4 некроза от 90% и больше до полного ответа опухоли на преоперационную химиотерапию. Очень важно в нашей повседневной работе взаимоотношения с нашими коллегами как хирургами-ортопедами, так и радиологами. Постоянно мы поддерживаем связь и постоянно в тот момент, когда я делаю интерпретацию биопсии, я постоянно сейчас на телефоне или на зуме в эпоху до короны два раза в неделю мы встречаемся с радиологами и делаем корреляцию между радиологическими находками и патологическими находками. В последнее время мы все больше и больше используем дигитальную патологию, когда все наши слайды автоматически сканируются компьютером и мы можем вывести на один экран разные имиджи радиологические и гистологические. Перед вами вы видите препарат кости с формацией новой новообразованной кости New Bone Formation с остеобластами с очень выраженным целлюлярным инфильтратором. Что это может быть? С одной стороны вот здесь на этом радиологическом радиологической картинке даже неопытный радиолог может сказать, что это остеосаркома. В то же время справа даже неопытный радиолог может сказать, что это перелом. это очень грубый, но на мой взгляд очень яркий пример того, что постоянный контакт с клиницистом дает возможность правильной интерпретации микроскопических находок. перед вами Giant Cell Rich Tumor опухоль богатая мультинуклеарными гигантскими клетками. Что это может быть? Без радиологической корреляции очень сложно сказать. С одной стороны это может быть Giant Cell Tumor of Bone как вы видите на этом радиологическом снимке, а с другой стороны это может быть Giant Cell Rich Osteosarcoma как вы видите здесь на этом радиологическом снимке. Картинка микроскопическая картинка очень похожа и они могут накладываться и тем самым вести к неправильной интерпретации микроскопических находок. локализация опухоли в кости дает очень важную информацию поэтому мы просим мы не можем требовать от наших коллег но мы очень убедительно просим наших коллег клиницистов правильно заполнять и очень подробно заполнять направительные документы данной биопсии. эти маленькие слова несут очень много интерпретации возможности интерпретации для нас и очень большую информацию. таким образом мы зависим от наших коллег мы мы зависим друг от друга мы входим в баланс друг с другом и все это вместе создает идеальную комфортную ситуацию для больного и тем самым дает нам возможность поставить правильный диагноз и тем самым возможность больному получить правильное адекватное современное лечение больного проходим эволюцию мы эволюционируем и изменяемся сейчас очень много новых инвеншанс нововведений которые есть и тем самым дают новые возможности открывают новые возможности для лечения больных в конце презентации я хочу показать фотографию моей дочери которая была сделана через 20 минут после того как она упала с дерева и повредила ногу но за 3 часа до того как мы поехали в приемный покой и ей сделали рентген эта фотография в тот самый период была сделана в тот самый период когда она сломала ногу но еще это не почувствовала это очень яркий пример клиника морфологической корреляции спасибо вам за внимание продаю подсчет и подсчет подсчет